В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В суде Октябрьского района Самары продолжается процесс по делу руководителя туристического оздоровительного комплекса «Волжанка». Евгения Пуговкина обвиняют в получении взятки. Суд допросил четверых свидетелей по делу. Адвокат Евгения Пуговкина заявляет, что его подзащитный признает себя виновным только в мошенничестве, но отрицает вину в получении взятки. В уголовный переплет руководитель Волжанки попал из-за мусорных контейнеров и передвижного киоска, которые незаконно установили на территории дома отдыха. По версии следствия, Пуговкин получил деньги за то, чтобы оставить этот факт без внимания. Он был задержан сотрудниками полиции 29 июля прошлого года в момент получения взятки. Смотреть телевизор иногда не только приятно, но и полезно. В этом убедился 52-летний житель Самары, когда увидел в одном из новостных сюжетов лица своих обидчиков. Обратившись в полицию, мужчина, он работает водителем такси, рассказал, что его ограбили пассажиры, которых он подвозил. Разбойников мужчина узнал в уроженцах соседних республик. По данным следствия, пятерых мужчин подозревают в серии нападений. Несколько из них были совершены в Самаре. Полицейские обыскали съемные квартиры, где проживали арестованные, и нашли там большое количество сотовых телефонов и планшетных компьютеров. Эти вещи, предполагают силовики, были похищены. Всех, кто пострадал от действий этих людей, полиция просит обращаться по телефонам, указанным на экране. Ограбителю-одиночке пришлось уйти ни с чем. Самарские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на финансовую организацию, расположенную на проспекте Кирова. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить денежные средства. Довести преступление до конца ему так и не удалось. Мужчине на вид 20-25 лет, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, носят очки. О месте его нахождения вы можете сообщить в ближайший отдел полиции. Крупный пожар бушевал в частном секторе Самары. Пламя охватило дом и надворные постройки, расположенные в Ботаническом переулке. На место происшествия прибыли 66 спасателей. Из горевших помещений эвакуировали 8 человек. О пострадавших не сообщается. Возгорание ликвидировали за 10 минут. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Почти три тонны яблок пустили под пресс. В пункте пропуска Маштакова, недалеко от границы Самарской области и Казахстана, сотрудники Россельхознадзора остановили грузовую газель. Машина под завязку была забита фруктами. На этикетках, как сторона-производитель, указывался Казахстан. Яблоки везли в Тольятти. При проверке выяснилось, фрукты выращены в Польше и попадают под эмбарго. Этикетки на упаковках были переклеены. Кроме того, сопроводительные документы оказались поддельными. Все 210 ящиков с фруктами вывезли на специализированный завод в поселок Дубовый у мед. Переработанные яблоки пойдут на корм сельскохозяйственным животным. Путем оперативных мероприятий было установлено и получено признательные сведения от перевозчика и представителя данного груза, что действительно это были яблоки польские и соответственно они были уничтожены. Спектакль провалился, права изъяли. Нетрезвый водитель, пытаясь уйти от ответственности, устроил театр одного актера и чуть было не разнес патрульный автомобиль. Всю сцену снимал видеорегистратор. Правда, недолго. Наш корреспондент покажет, как это было. Душат! Помогите! Помогите! Душат! Не знаю, что делать! Биться в истерике 21-летний молодой человек начал, как только осознал, что из рук правосудия вырваться не получится. Ночью 15 января он пьяным сел за руль. На московском шоссе его машину заметили активисты движения «Ночной патруль» и уже через несколько минут горе водителя остановили полицейские. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, но ломать комедию не прекратил. Изображая припадки, повредил в патрульной машине видеорегистратор, переднюю панель и замок зажигания. Я тебе сейчас в лицо плену. Кого? Сотрудника? Вы что делаете? Вы что говорите? Его. Я не могу дышать. Удивить полицейских актерским талантом нарушителю не удалось. Обморок его продлился недолго. Нарушителем оказался гражданин Ставропольского края. Выяснилось, пьяным за рулем садится не в первый раз и уже дважды был лишен водительских прав. Документов у него не было и на момент задержания. На данного гражданина было составлено два первоначальных материала по признакам преступления. Это статья 319 оскорблений представителя власти и 264 нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административным наказанием. То есть он уже был лишен и в очередной раз был задержан. Теперь нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы, либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Современная криминалистика не стоит на месте. На смену дедуктивным методам Холмса приходят новые технологии. В этом убедились студенты самарских вузов. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» полицейские провели для них экскурсию в экспертно-криминалистическом центре областного главка МВД. Рассказали старшекурсникам о уже проверенных и новых, не менее эффективных методах работы. Оружие, наркотики и элементы взрывчатки – это не экспонаты местного музея, а вещественные доказательства по сотням уголовных дел. В экспертно-криминалистический центр их везут, чтобы установить полную картину преступления. Попадают сюда и человеческие останки. Установить личность человека, его возраст, национальность и воссоздать его внешний вид при жизни в целом иногда можно только по анализу ДНК или по черепу. Для этого в центре работает отдел биологических экспертиз. «Воставляются константные точки, которые определяют признаки внешности на лице. По черепу было, по этому черепу была реконструкция внешнего облика. Человек был определен, значит, ну как, возраст ее. И на основании этого был, в том числе на основании этого, такой вот рисунок». Студентов работа экспертов поразила. Кроме того, им рассказали и как не попасться на удочку фальшивомонетчиков. Например, установить подлинность денежной купюры только по водяным знаком в наше время невозможно. Современные мошенники научились подделывать и их. Но есть ряд других хитростей. Например, обратить внимание на так называемую ныряющую нить. «Она, вот эта нить, которая на настоящих деньгах, она изготавливается в процессе изготовления бумаги, литьевой бумаги. То есть она входит непосредственно в толщу этой бумаги. Здесь, на поддельных купюрах, я вот не знаю, у меня получится. Вот я даже ногти могу немножко». В год на экспертизу попадает до 3 миллионов поддельных рублей. В основном, эта купюра номиналом 5 тысяч. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты не рекомендуют разменивать деньги незнакомым людям, а при получении сдачи обращать внимание на сами купюры. Благодаря современным технологиям в ВКЦ есть возможность проводить до 46 видов криминалистических экспертиз и исследований. Ежедневно здесь работают 69 квалифицированных специалистов. После экскурсии некоторые из студентов юридического факультета по окончании вуза подумывают над работой в полиции. «Мне интересно это. Хочется бороться с преступностью. Чем больше практики, тем лучше будут расследоваться преступления, как-то формировать представление вообще об этой деятельности, как что происходит». Всероссийская акция «Студенческий десант» в Самаре проходила несколько дней. Порядка ста старшекурсников смогли своими глазами увидеть трудовые будни не только экспертов-криминалистов, но и инспекторов ДПС, бойцов СОБРа, ОМОН и сотрудников других подразделений. «Студенческий десант»